идем с вами в овощное место такой базар чек вечернее время уже но так январь месяц скажу про погоду про природу январь месяц плюс на 18 так это немножечко прохладно так грейпфрут и мандарины за паунд господи не вижу ну ладно внутри скажу помидоры 89 центов за паунд значит получается 400 грамм 89 центов и сливки сейчас мы их возьмем сегодня прохладно где-то плюс может 17 градусов зима вот так местные бабушки одеваются так вот так ну посмотрим сколько это все застоит у нас значит я кое-что взяла здесь очень много людей хоть вот спряталась в один из отделов чтобы хотя бы сказать ли я нахожусь здесь такой базар но и народу столько что не поговоришь прямо бьются друг об друга да еще время вечерняя но тем не менее вот такой базарчик все здесь дешево музыка играет сейчас меня забанит так нахапала я овощей здесь особенно не покажешь что почу вот ну все есть все свежие доллар 39 за паунд яблоки доллар 32 9 и паунд так так не проехать не пройти но в общем но покажу на на может потом сколько это все застоило мне вот здесь даже бывает укроп но сегодня его нет по моему да нет укроп нет есть вот он или это не укроп укроп да да укроп мой как хорошо сейчас я возьму кулечек и положу в кулечек как-то странно здесь люди себя ведут обращают внимание друг на друга обычно в америке никто не смотрит здесь смотрят потому что очень маленькое помещение деревенский такой базар вот и кульки подвешены на какой-то цепочки село но и есть село из ферм все здесь из ферм вот этот напиток алоэ классный я взяла дым ну вот базар зимой это почти на открытом воздухе он двери открыты здесь прохладно зима у нас виноград виноград доллар 49 за паунд так персики маленькие такие чё не такие маленькие господи малюсенькие доллар 49 за паунд киви 49 центов одна штука вот такую дыню я взяла себе теперь папайя вот она папайя 99 центов за паунд возьму папайя но тут бумажку завернута куба и и выращивает бумажку завернули ну пусть будет вот это спелая манго 2 манго по доллару 30 можно взять сливки доллар 49 так этот авокадо так 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 79 центов штучка можно за 2 доллара 2 за доллар пятьдесят две взять груши вот груши я забыла надо было взять мне игрушки вот эти приду сейчас возьму там уже улица пошла там помидоры на улице я взяла вот эти дыни так это идти какая-то там капуста пусть какие-то червяки зеленые гормолон какой-то вот тут какой-то герму господи как уж он страшно он похож на этого так этот лук у меня есть это свекла наконец-то вот он финал финал это по моему фенхер по-нашему по-нашему по-русски вот так вот это вот селари это этот ваш одеколон забыла как по-русски нас сельдерей терпеть ненавижу не в супе нигде американцы его лопают капусты зелень всякая разная на салатик вот так опять же зелень редис . опять зелень 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 надо взять огурцы большие но я нашла там маленькие это всякие перцы вот так ну все пошли а то я бросила там тележку клубничка есть покажу еще на улице на улице грейпфрутов полно и мандарины мандарины не хочу и здесь помидоры желтые взяла я тоже помидоры кукуруза так и игрушки игрушки вот такие уже которые поспели игрушки зеленые какие взять лучше на на зеленую одну возьму они такие твердые лучше одну зелененькую но хорошенько уж она полежит и будет очень вкусненько одну такую и одну ту возьму сейчас я опять же кульки какое неудобное место недаром она дешевая ну и все таки что это такое напишите кто знает аж брать противно похоже на ящерицу fresh bitter melon а это тоже indian bitter melon bitter bitter melon melon это адыни а bitter melon горькая дыня bitter это горки вот наверно горькая так взяла грушу сейчас я еще приду не могу ходить с тележкой с этим сейчас еще приду за этими за 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 зеленью дешевое место здесь очень дешевая сладкая картошка батат у вас ее не едят у нас едят вот так и так чё еще сейчас пойдем опять пойдем сюда ну вот так вот если я буду ходить так я вам еще и покажу синенькие разных сортов зелень зелень на салатик лэтос возьму вот этот вот лэтос лэтос называется эти я не знаю в ресторанах ем все ну сама как-то так не знаю но мне не вкусно вот так нахапала петрушку набрала петрушку взяла вот здесь еще орехов очень много вот таких можно их на развес брать нужно их кульками брать пакетами ну вот такой вот магазинчик все здесь есть всякая разная здесь есть цукини цукини это кабачки eggplant это баклажан это вроде как яйцо произносится а плант плант лайт плантации это план типа растения плант вот ночью я взяла горошек еще даже зеленый поклевать себе муж у меня такое кушать не будет все уходим а внутри в этом даже листья одуванчик а вон там есть в холодильнике если яйца бывают здесь даже с фермы и еще какой-то color green вот то что в холодильнике видно пропадает еще это масло сливочное взяла фермерская первый раз в моей жизни никогда не брала здесь масло посмотрим вот моя тележка все ну все вот так вот полы здесь грязные так это вот овощи тоже они мытые но они не так вот такая корзинка стоит доллар 99 за паунд но не корзинка а за один паунд а я могу взять одну корзиночку там или нет они это не соединены нет можно взять одну сейчас я возьму так целая тележка товара выползла я арбузов что-то видела внутри по моему ну что-то немного но не сезон сейчас арбузов но они есть есть все конечно вот сейчас я черешни много не вижу обычно у нас очень много черешни и арбузов не вижу так эти как их эти апельсины написано это это апельсины кстати значит 4 за доллар штуки либо 29 центов паунд стоит так это даже по моему флоридские но поскольку зима они так выглядят обычно они у нас оранжевые классные так он моя машина стоит едем к ней вот так вот едем и потом я когда выгреблю дома покажу что купила нас так насколько купила скажу 48 долларов вот это все 48 долларов покажу что я купила на 48 долларов и будет два видео одно прошлый раз где-то там с месяц назад или три недели назад овощи брала так сейчас будем выгружаться машину овощи брала а потом еще а вот еще купила так что будет за два раза то есть там немножко здесь много можете посмотреть сколько стоит овощи в этом в америке из обыкновенного базар чека почему здесь не здесь вообще в них заезжаем все как-то вроде сфермы вроде бы как свежее не знаю но в супермаркете все тоже хорошо но только подороже ну мы заезжаем не потому что дешевле мне кажется все-таки фермерский вкус где-то находится ну где-то находишь для себя лень поехала она но поехала сама по себе вот так вот она едет и хоть ты ее что вот поэтому какой-то фермерский вкус конечно получше вот но место такое простое люди конечно тут заезжают такие вот простые из дома в тапках почти что в тапках ну такое вот такое непрестижное некрасивый магазин пол такой грязный люди эти снуют рабочие все время ну как грязные листья валяются эти с капусты все же то знаете не супермаркет ничего не обливается холодной водой он даже обливается все шумит этот как гроза начинается шуметь и витрины это предупреждение на то что с витрины может на вас покапать вот а так ничего здесь не обливается такое короче колхозный рынок он и есть колхозный рынок вот чем дело вот но очень ничего нормально и тем более очень-очень все дешево это еще там финики набрала то то все до папайя это там еще подороже вообще овощи очень дешевые и на 30 долларов в месяц овощи и фрукты вам хватит с лихвой на одного человека 30 долларов в месяц это будет ну целая куча всех продуктов особенно этот сезон там когда черешни и всякие дела но у нас круглый год я повторяю круглый год все но вот видите в январе немножко притормаживается с черешни может она и была утром но я ее не видела вот сейчас вот все доброе утро это на второй день я уже показываю то есть вечером освещение плохое не стала показывать что купила так из того магазина из овощного еще раз говорю 48 долларов заплатила вот за это меряем не долларами не рублями меряем часами работы обыкновенного уборщицы человека уборщика человека 10 долларов в час 10 долларов в час это надо отработать за вот эти продукты получается часов 5 да 5 часов отработал значит съел вот это на месяц этого хватит безусловно я же говорю за работу самую простую понимаете потому что ну и не знаю никакой бухгалтер конечно там не получает 10 долларов в час получают больше вот ну значит так так меряем часами работы значит самые примитивные овощи фрукты самое самое что ни на есть обычное ничего экзотического я не покупала на месяц конечно если считать на одного человека это будет слегка слегка больше чем надо и как обычно это все выбрасывается да так поехали огурцы вот столько морковки две здоровенные хотела поменьше но там поменьше они как в супермаркете запакованные нет я хотела просто с фермой экзотическое что как же нет экзотического горошек сама пол они его в суп кладут значит ну я его вот по по получу и съем и вспомню детство когда воровали где-то мы его брали не помню где-то на поле воровали наверно детьми не помню где ела горошек но не на рынке во всяком случае покупали моем до детстве какой же рынок с горошком так вот столько горошка выгляни в окошко дам тебе горошка кабачка 2 дынька дынька порезала немножко твердоватая но нормальная пахучая на кстати у меня в машине когда полежала я еще после этого овощного магазина съездила в два магазина то есть еще четыре часа отсутствовала потом зашла в машину и такой западу моды не пахнет хорошо так лука очень много вот такой вот целый целый этот самый так очень много так это там свекла не красная белая такая в смысле розовая на суп купила на бош первый раз я кстати вижу никогда не встречала этого только на фермерском рынке можно такую свеклу взять как она борщевая да вот вот такое масло там они делают я уже его вчера откурат и намазала съела вечером вкусное ничего я теперь буду брать то есть в овощном магазине масло это сама продается так странно вообще так вот сейчас у меня дух так еще что помидоры вот вот столько вот столько этих сливок очень много очень тяжелые так вот столько помидоров вот и еще помидорчики где желтые мои помидор два вот два желтых помидора бырала три я вчера съела я вчера съела эти огурца парочку небольших и и помидор один такой тоже небольшой так это свекла с ботвой кто-то говорил елена варите борщ надо попробовать когда-то никогда в жизни не пробовала с ботвой варить но она уже подзавяла наш день лежала не знаю может следующий раз укроп даже там есть я вам показывала такой вот метелы метелик укропчика петрушка тоже приличный этот самый надо воду поставить никогда было вчера так и этот салат летус до летуса початок 1 вот яблочки из фруктов яблоки обыкновенные яблоки вот такие вот но я их люблю вот именно такой сорт ничего нормальные яблоки кстати тоже не всегда вкусно в америке не попадаются часто вкусные яблоки мне кажется даже один раздавился или упал главное не не этот подгнивший что-либо в америке тоже яблоки не очень знаете не это сама попадаешь иногда то твердые то это не очень так эти вот эти вот апельсины я их вас вам там показывала значит грушка 1 вот такая зеленая вам показывала за день желтая превратилась в коричневую была желтая не очень быстро портится там надо сразу есть ну и вот такие вот две грушки вот такие вот вот еще две грушки взяла так что еще еще два яблока которые на меня приглянули совсем другого сорта и орешки вот эти вот орехи так из этой суммы из этой цены конечно потянуло масло сливочное и орехи а так вот 48 было может не 48 а 38 за вот это то есть ну вот такой вот набор от овощей это это примитивно это дешево это это же я еще там цукини вот как не цукини как их этим баклажаны не брала знаете можно конечно на хаплет там и побольше перца они у меня есть вот поэтому но общем овощной стол в америке обходится очень-очень дешево по мере поверьте картошка у меня есть тоже то есть очень очень дешево и можно пере 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 обойтись очень небольшими деньгами за овощи просто что конечно может быть по 5 под 50 долларов вам режет слух месяц овощей понятное дело но это же не на вашу зарплату это же на зарплату американскую понимаете вот так вот все пока так самое главное это забыла папайя папайю я купила вот я ее разрезала вот такая папайя вкусненькая она кстати тоже она так это вот стоит ну то есть тянет немножко денег но во всяком случае маленькой дороже чем яблоки или чем бананы вот вот такая вот папайя была вот самое главное забыла папайя и люблю она похоже на сладкую дыню лучше чем дынь мне кажется даже лучше будет чем дыня зачем я покупала они одинаковые эти продукты но ничего сидим потих постепенно все следующее видео будет из старых моих то есть месяц назад или полтора месяца назад я снимала тоже овощи покупала и за этим видео последует то видео там еще цены немножко другие пока здравствуйте маленькое коротенькое видео обзор на овощи и фрукты из мини-маркета такого базарчики такие у нас есть они такие крытые небольшие очень очень дешевые это к вопросу тому к тем видео я присоединю где я рассказываю про моих знакомых которые ну так скажем не в шоколаде которые не имеют большого дохода не работают и так далее то есть понимаете то есть ну которые вроде как как многие описали там же не выживешь типа в америке вот которые как они выживают значит те которые не вы не смогут выжить в америке в этих маркетах в этих базарчиках особенно по утрам все очень очень свежее и быстро привозится не всегда но такое знаете вымытое чистое знаете вот что это у меня тут на руках лень палец ладно это отклонилась не всегда но там вымытое можно купить какое-то свекло и она будет немножко грязноватая знаете но не важно не важно то есть магазинах она же все это полиэтилен затянуто все это вымытое все это там обработанная и обрызганная водой и так далее вот а в этих ну то есть базар он и есть базар конечно не такое грязное с кусками грязи как можно у нас на колхозных рынках да найти ну в россии колхозный рынок правильно назвал колхозов давно нет но вы поняли меня вот в общем это с фермеров с ферм доставляют напрямую значит овощи фрукты так и они очень там дешевые очень дешевые вот эта вся куча стоит 25 долларов так 25 долларов еще раз говорю в час работник получает минимально убирающие моющие полы 10 долларов в час 25 долларов это два с половиной часа работы по минимальной зарплате человеку с минимальной зарплаты человеку то есть ваш вашу минимальную зарплату не знаю может у вас уборщик получает больше чем кто-то какой-то бахтер или как но судите сами то есть минимальной зарплаты кто-то у вас работает и вот умножьте его разделите его месячный оклад на 22 рабочих дня до разделите потом на 8 часов и получится в час а потом умножьте на 2,5, получится за 2,5 часа работы денежка, зарплата его, да, так вот может он за 2,5 часа своих денег купить вот это все, что я сейчас показываю, понимаете, вот американец, уборщица или вахтерша, или кто там, она с совершенно минимальной зарплатой может в России, ну не знаю, вот я сомневаюсь, но может быть и могут где-то в пригородах, где-то в российских глубинках, в районных центрах, где есть базарчики, где есть бабушки, которые продают, где есть мини-фермеры, которые продают, ну может и может, может и может, да, ну я не думаю, что в Москве живя, человек может, ну не знаю, не знаю, мне кажется, там все это дороже, ну не знаю, вам судить, так, поехали, помидоры вот такие вот здоровые, вот я один, то есть количество покажу специально, потому что вчера муж не выдержал, помидоры здоровые такие, большущие, значит, еще один просто к этому, чтобы количество было видно, такой же был большой, просто муж не выдержал, я салат сделала, то есть сказал голодный, все, я говорю, дай мне обзор сделать, сказал нет, я голодный, так, ну ему виднее, виднее, он же голодный, значит, ему виднее, что надо быстро резать и что съедать. Редиска, этот сухой, этот абрикос тоже мы съели уже штук, наверное, пять так немножко и финики, финики тоже съели, такие большие финики здесь, бывают больше, бывают просто огромные финики, так, вот столько фиников, вот груши, вот такие груши интересные такие, какие-то странные такие груши, да, на вид, вот сливы, нет, это нектарини, по-моему, да, это нектарини, это не сливы, это нектарини, так, это яблочки, это вот такие перчики, и это такие неказистые свеколки, три штуки, картошка, вот такая, тоже, видите, такая кривоватая, в магазинах как-то она поровнее, здесь кривоватая, ну пусть будет, какая разница, так, огурцы такие странные в магазинах, обычно таких не бывает, они там у них вот эти вот длинные, так, укроп даже там есть, что я, чему я очень рада в магазинах тоже, в редких вы найдете укроп, американцы его не едят, сто раз говорила, вот такие здоровенные морковки, я, конечно, им не очень, этим морковкам большим доверяю, но мелко не было, мелкие были там, ну, в общем, ладно, короче, купила эти, так, и арбузик, вот это вот все 25 долларов, а, еще что-то, эти сливки, помидоры я взяла специально, думаю, может быть, в банку себе засолю, да, муж, конечно, этого есть не будет, и когда он увидит, он сразу спросит, что это такое, зачем ты делаешь, это постоянно идет вопрос, вот, и 10 лет живем, и все равно не может понять того, что вот малосольные огурцы или малосольные эти помидоры можно есть, и что это такое, ну, вообще, это что это такое, это, ну, это, это что-то такое, неопознанный какой-то этот продукт. Так, и вот это 25 было бы 20 долларов, если бы не вот эти вот сухофрукты, знаете, вот эти вот, то есть, ну, фрукты, они, конечно, тянут немножко денег, потому что они подороже, а так вот все остальное было бы за 20 долларов. Ну, и вот теперь судите сами, той моей Лариске, про которую я рассказываю, в общем, взять этих Ларисок, которые на Велфере сидят, Велфер, как я уже говорила, там по 1000 долларов и около 200 долларов фуд, стемпы, да, это продовольственные вот эти карточки, так скажем, по-простому. Ну, и вот в месяц ей хватит вот этого вот на суп, на борщ, на это, ну, может, фруктов, может, и можно подкупить, потому что у нас фруктов всегда полно, и сейчас зима у нас, у нас сейчас в январь месяц, да, в январе. Вот, вот это вот ей хватит на 25 долларов в месяц, хватит одной женщине, понимаете, еще останется, у нее 170 долларов останется от этих фудстампов, и остальные 170 долларов, иди покупай куры, иди покупай рыбу, мясо в магазинах, там, кстати, в этом же, в овощном есть кое-что такое, яйца там, по-моему, есть такое, ну, там яйца есть, мед есть, вот такое вот, то есть не только овощи, фрукты, мяса там нет, рыбы нет, ну, такие базарчики, поняли меня. Вот, ну, это я к тому, что никто не помирает, и даже, вот видите, как вот никогда она не работала в Америке, и работать она не собирается, и имея вот эту вот помощь от государства, вот, и государство платит, и вот так вот она ест. Ну, а что здесь особенно плохого? Я понимаю, что здесь не эти, ну, не заморские какие-то фрукты, знаете, не заморское что-то такое, не что-то такое особенное, никаких здесь нет, ну, а, еще этот вот у меня. Вот из заморского единственная авокадо. Вот, ничего нет такого дорогого заморского. Там, кстати, и заморское есть, все вот эти азиатские фрукты там есть. Там есть лимоны, несколько видов всего. Апельсины стоят недорого, мандарины недорого. Ну, а вот эти всякие, ну, например, там черешня, она там, конечно, подороже стоит. Вот, тем более сейчас они сезон. Вот так вот. Ну, вот, в общем, судите сами. Вот это дорого или нет? Конечно, это недорого. Конечно, люди какие-то богачи. Если он живет рядом, он заезжает туда. Вот хозяйка, да? Ну, я имею в виду состоятельных людей. Не лариска, а состоятельный человек. Состоятельный какой? Работает с хорошей зарплатой. 30-40 долларов в час. Вот это у нас нормально. По Флориде это хорошая зарплата. Вот. Он заезжает туда из-за того, что это рядом, свежее и все такое. Не из-за того, что это там дешево, понимаете? Просто ему удобно. И базарчик есть базарчик. Если хозяйка любит готовить, умеет готовить и кормит семью, заботятся о ней, то она, конечно, лазит там, вынюхивает все это по утрам, что-то свежее. Завтра приехала за одним, сегодня за другим и так далее. Ну, а так, люди какие-то, кто не готовит, те, кто богатые, они идут покупать готовое. Уже нарезанный салат в супермаркете, в упаковке пластиковое. Открыл упаковку, добавил дрессинг, который там же, ну, я имею в виду этот соус, который там же в пакетике, да, и съел. Ну, по-разному люди живут. Но я имею в виду, что выжить в Америке, к чему я это все веду? Выжить в Америке очень легко на минимальные деньги. Вот к этому я веду. Все, до свидания, спасибо.